Алена, расскажите, как начинался ваш профессиональный путь. Это была любовь с первого рецепта. Я родилась в Одессе, в нашей семье было принято собирать друзей, родственников и соседей на ужины и обеды, совместно проводить праздники. Неотъемлемой частью каждого события был вкусный и хлебосольный стол, естественно, я всегда помогала маме на кухне. Мама привела нам любовь к готовке. Все кулинарные процессы в ресторанном проекте «Бабель» Алена Камар отстраивала вместе с родным братом, шеф-поваром Виталием Полищуком. С самого детства я знала, что буду поваром, ведь когда люди едят вкусную пищу, приготовленную от души, они счастливы. Что для вас важнее всего в рабочем процессе? Слаженная команда единомышленников и быть на одной волне с коллегами. Кухня – это живой организм, который должен работать как часы, четко и слаженно. Если вдруг один элемент выпадает, весь процесс может рухнуть. Поэтому одна из моих главных целей – моральный комфорт команды и четко отстроенный процесс. Что вас вдохновляет? Путешествия по другим странам, моя работа – это постоянное творчество, я все время ищу что-то новое, что я могу привнести в свою работу. Я вдохновляюсь рецептами и вкусами блюд со всего мира. Мое жизненное кредо – постоянно быть в движении и развиваться. Если я стою на месте, то я задыхаюсь. Как на вас повлиял опыт работы в международном проекте «Бабель» в Лондоне? Я поняла, что у поваров за границей совершено другой стиль и манера работы. Самое интересное, что от них я ничего особенного не почерпнула, не просто было обучить, например, коллег из Португалии или Франции готовить исконно русские блюда, такие как холодец или борщ, они обязательно старались добавить что-то свое в уже устоявшиеся рецепты. Многие наши закуски для них были дикостью, например, слабосоленая тюлька, которую так и не получилось убедить их попробовать. Какое из блюд было для вас самым трудоемким в приготовлении? Я не вижу какой-либо сложности в приготовлении новых блюд, ко всему нужно подходить с душой и творческим настроем.